Мы наш, мы новый корпус построим. Примерно так больше года назад заявило руководство Алтайского госуниверситета. Выбрали место рядом с корпусом Д на пересечении Димитрова и проспекта Социалистического. Это было время парковых войн. Общественность активно протестовала против застройки зеленых зон. Если сквер на Молодежной удалось отстоять у Рэдисона, то ситуация вокруг Алтгу тогда встала на паузу. Помогла или помешала это, как посмотреть, пандемия. И вот классический снова напомнил о планах. На сайте вуза показали, как, возможно, будет выглядеть будущий корпус. А также пояснили, почему он так необходим. За последние три года отмечается рост контрольных цифр приема на бюджетные места. Рост планируется и дальше. Например, Институт географии набирает на первый курс почти 350 человек. Три года назад эта цифра была меньше в три раза. При этом основной прирост идет по естественно-научным и информационным направлениям подготовки. А это требует дополнительных компьютерных классов и лабораторий. Историк Данил Дегтярев протестовал против вырубки сквера и застройки тогда, готов выйти на пикеты и сейчас. Он уверен, строить нельзя, потому что, а, под топор пойдет часть сквера, а их в центре осталось мало. Б, высотка испортит исторически сложившийся облик площади Сахарова. Проблему можно решить, уверен он, выбрав другое место. Мы предлагаем разместить такой кампус также в центре Барнаула в продолжении Обского бульвара, то есть вместо частного сектора на Комсомольском. Если удастся добиться хорошего федерального финансирования, как, например, оно было во Владивостоке лет 10 назад, когда там на острове построили кампус федерального университета. Почему наш университет, Алтайский государственный, не может претендовать на такое же финансирование? На этот раз Дегтярев не один в поле воин. Вокруг него начали сплачиваться единомышленники. Например, Юрий Красильников, уже проявивший себя как защитник сквера на Молодежной и Парка Ленина. Всего активных участников защиты площади Сахарова уже около десятка. Их число, по словам Красильникова, растет. И планы большие. Мы будем писать обращение в Министерство науки и высшей школы Российской Федерации, потому что это все-таки, они как руководство над ВУЗом имеют, да, с тем, чтобы именно руководство ВУЗа, краевые власти, городские власти, под контролем общественников, сели бы за стол, за круглый стол переговоров, и решали этот вопрос. Опять же, с привлечением широкой общественности города Барнаула. ВУЗ, как и в прошлый раз, на прямой диалог пока не идет. Но, возможно, желая избежать очередных парковых войн, на официальном сайте пишут, что деревья вырубят лишь часть, а взамен высадят в два раза больше. Однако вот незадача. Согласно недавно принятым поправкам к региональному закону об охране зеленых насаждений, компенсировать деревья придется в том же микрорайоне. Но места для этого рядом попросту нет. Значит ли это, что вопрос могут, как говорится, замять? В Краевом Заксобрании нас заверили. ВУЗу сначала придется решить судьбу каждого дерева, и лишь потом приступить к стройке. Он не сможет начать строительство, не сможет начать строительство четко прописанным законодательством. Не согласовав вот этот вопрос, самый главный, самый первый, это как раз вот, значит, где и как что будет высажено. Архитектор, специалист по городскому пространству Максим Максименко говорит, Вся ситуация вокруг корпуса АЛТГУ говорит о том, что пора задумываться не об отдельных участках под застройку, а в целом про городское пространство площади Сахарова. Это одна из центральных точек города, это сложившийся ансамбль, мы все к нему привыкли. Но ситуация показывает, что, видимо, настал тот момент, когда надо снова вернуться и переосмыслить в целом, как это пространство живет и организовано сегодня, и как ему жить завтра. Пока все стороны от властей и общественников до вуза не решились на полноценный диалог, активисты-защитники строят ближайшие планы. Уже на следующей неделе должен начаться сбор подписей под письмом Министерства науки и высшего образования РФ. А ближе к концу месяца, вероятно, состоится митинг. Илья Кчетков, Николай Шелко, День с толком.